Нормативы ОДН на повестке дня заседания экспертного совета при правительстве региона. Собравшиеся должны выполнять консультативные функции, проводить экспертизы, значимых для развития региона проектов решений властей. Именно к таковым, значимым и относится озвученная тема. Правительство Федерации поручило регионам до 1 июня 2017 года установить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. На самом деле это те же нормативы, что и нормативы на коммунальные услуги. Изменилось только название. В формуле расчета все тоже. Только раньше приоритетным был аналоговый способ, а сейчас расчетный. Сведения для установления нормативов в профильный департамент должны предоставлять управляющие организации, ресурсники и органы местного самоуправления. Информации поступает мало и не в должном количестве. Сейчас для расчета нормативов в департаменте энергетики и тарифов имеются данные по 59% управляющих компаний для расчета нормативов на холодную и горячую воду и по 11% управляющих компаний для расчета нормативов на электроэнергию. Сбор информации для управляющих компаний, по их данным, осложняется тем, что в таблицах больше 100 пунктов для заполнения. И многие предпочитают себя работой лишней не загружать. Также нормативы, установленные для УК, коммунальщики считают разорительными. Данные эти, значит, департамент энергетики и тарифов, наоборот, в обратную сторону занижает. И нормативы принимают заниженные. Поэтому здесь у нас, мы обычно, вот публично, как бы это не озвучиваем, но мы просто идем в суд, потому что эти данные департаментом иногда в обратную сторону, значит, используются. Некоторые из тех, кто данные предоставил, указал недостоверную информацию. То площадь помещения неправильная, то количество проживающих. А это единственные переменные в формуле расчета нормативов на воду. И от них зависит размер суммы, которую жители должны будут платить. Специалистам департамента пришлось еще раз перепроверять все данные. Волновал собравшихся и вопрос о том, что теперь некоторые жители платят за ОДН едва ли не в два раза больше. По моему личному мнению, нормативы должны применяться только тогда, где нет прибора учета и должны стимулировать к установке этого прибора учета. Это в соответствии с 261-м законом об энергосбережении. Я думаю, что законодательство сейчас к этому и придет. Проблемы возникают из-за того, что закон, который упорядочит начисления, в разработке. Пока управляющие компании и ресурсоснабжающие организации руководствуются только пояснительным письмом Минстроя. Уровень норматива по группам благоустройства и поэтажности существенно не изменится. Департамент тарифов уже на финальной стадии подготовки данных, которые будут предоставлены для утверждения.